здравствуйте дорогие друзья подписчики подписчики и случайные зрители если вы еще не подписались на канал пар обязательно подпишитесь в этом видео мы поговорим про применение уксуса в аквариумистике чаще всего уксус в аквариумистике применяют двух основных случаях под подбор грунта и чистка аквариума есть аквариумисты использующий уксус для растений об этом мы тоже немного поговорим и для изменения жесткости воды однако попытаться изменять жесткость помощью уксуса я не рекомендую начнем с грунта многим известно о важности стабильной жесткости воды в аквариуме однако ракушки грунт и прочие предметы могут легко повышать жесткость воды для того чтобы этого не допустить необходимо новые грунты декоративные камни проверять на наличие в нем кальция самым простым и доступным средством такой проверки является уксус с помощью уксуса можно проверить грунт на повышение жесткости или вовсе растворить кальций естественно растворять кальций в аквариуме мы не будем но эксперимент показывать что это возможно проведем для эксперимента нам понадобится панцирь улиток и уксус 70 процентов опускаем раковины наливаем уксус и в течение 8 часов на наших глазах они растворяются и 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 Подобный эксперимент можно провести с яйцом Для такого эксперимента можно взять абсолютно любое яйцо Мы взяли выброшенное из гнезда яйцо Амадина Такие птички, для того чтобы долго не ждать К слову, скорлупа куриного яйца растворяется в течении 10-12 часов А Амадина за 3-4 часа в принципе достаточно Проверять грунт можно двумя способами Либо опускать грунт в уксус, это более надежный Либо опрыскивать уксусом грунт Тот грунт, в котором находится кальций И который 100% будет повышать жесткость воды В аквариуме даст реакцию видящей пение и появление пузырьков Продолжение следует... Если нам жесткость воды повышать не нужно То мы соответственно применяем этот способ Следует избегать попадания такого грунта в аквариум Наверняка каждый аквариумист сталкивался с белым налетом в виде полос в своем аквариуме Которые остаются в верхней части аквариума после испарения воды Естественно, такой аквариум смотрится неэстетично И эти звездовые полосы следует убирать Есть огромное количество способов сделать это Лезвие, пластиковая карта, жесткая губка, тысяча движений рукой и так далее Но самым простым способом удаления известкового налета является уксус Для этого нам понадобится слить часть воды из аквариума Слегка намочить ватный тампон или тряпочку уксусом Чтобы во время протирания уксусом не капал в аквариум Теперь аккуратно протираем эти полосы Уксус очень быстро их растворяет И особых усилий от вас не потребуется После того, как налет отмыт Протрите обычной водой поверхность Периодически промывайте тампончик или тряпочку, что вы используете И долейте воду в аквариум Стимулирование роста растений в аквариуме То, о чем сейчас пойдет речь, очень спорная штука Применять ее на практике нужно с огромной осторожностью или не применять вовсе Мы просто хотим, чтобы вы об этом знали Но это не означает использование этого способа Если растения в аквариуме перестали расти и развиваться При условии подкормки и прочего, некоторые аквариумисты капают уксус Помните, что если переборщить, рыбки точно погибнут Одна чайная ложка, к примеру, на 100 литров аквариумной воды В 90% случаев приводит к гибели всех рыб На 100 литров вносят 1-2 капли Через несколько часов потрогайте листья растений Если они стали слегка скользкими, больше капать ни в коем случае не нужно Если нет, можно добавить еще на следующий день В это время следите за рыбой Если она поднимается к поверхности, срочно делайте подмену воды Еще раз повторюсь, что это неоднозначное применение уксуса Последнее, что я делать, категорически не рекомендую Но некоторые умельцы с этим экспериментируют И пишут свои советы в соцсетях и на различных акваформах Это изменение жесткости воды с помощью добавления уксуса О том, как правильно уменьшить жесткость, мы поговорим в других видео На этом я с вами прощаюсь Всего вам доброго и до новых встреч До свидания Обязательно подпишитесь на наш канал Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok